Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня мы идем к кафе, которое называется каша маслом. Гисты, пыты, повторыты. Это кафе было известно в Харькове еще с советских времен. Раньше здесь продавали вареники. Ну а сейчас кафе или столовая, как лучше назвать, не знаю, но место классное, тут всегда свежая еда, очень вкусная. И я приглашаю вас посмотреть, что же здесь можно покушать. У кафе есть девиз «Я хочу ТБ на году ваты». И оказывается, что по вечерам здесь бывает скидка на кухню. Ну идемте смотреть, чем здесь кормят. Интересно. Посмотрим, что можно съесть. Я пришла сюда утром. Это хорошо, потому что, во-первых, мало людей, а во-вторых, здесь очень светло. Видите, как ярко. Очень большое помещение. Светлое. Много столов. Вот стол для большой компании. Я в этом кафе была раньше много раз со студентами. Им, кстати, нравится украинская еда. Вот только они переживают, чтобы не было свинины. Вот видите, на столе перец, соль, салфеточки. Очень удобные диваны. Вот такие кресла с подушкой. Цветы. Возле окна тоже шикарное место. Красивые скамеечки белые. Цветло. Кстати, сразу появляется аппетит, потому что очень красиво. Так, ну, идемте смотреть, что можно здесь купить. Вначале берем поднос. Их тут много. Затем берем столовые приборы. Нож, ложка, вилочка. Их кладут на салфеточку. И затем отправляемся выбирать себе блюдо, которое мы хотим. Так, смотрите, с краю стоит холодильник. Можно купить здесь компот. Можно купить лимонад. Постараюсь прокомментировать цены. Но если даже что-то не учту, вот сильно меня не судите. Ценники есть везде, поэтому просто посмотрим. Ну, вот меня заинтересовал гранатовый суп. Я такое дело люблю. Гранатовый или вишневый. Это компот узвар. Так, ну что смотрим. Вареники. Шикарно, аппетитно выглядят. Это омлет. Вот кому там капуста брокколи. Оливочки. Вот они, оливочки. А дальше какая красота. Смотрите, борщ. Там рассольник похожий, по крайней мере, на рассольник. Два супа. Какая красота. Здесь салатики. Салатик с капусточкой. Салатик лебиска, огурчики. Это морковка там, кажется, не знал, что похоже на нас, что ли. Изюм. А это греческий салат. Свекла. Сверху сыр. Не знаю, что там. Похоже на адыбельскую или моцареллу. О, сырнички. Блинчики, наверное, с шоколадом. И обычные блинчики. А вот еще какие-то зеленые блинчики. Сейчас спрошу, наверное, если подойдет девушка. Это что, наверное, мед и вареники. Наверное, на шпинат, зеленые, скорее всего. Еще можно купить соусы. Вот что такое. Да, там сухарики. И оливковое масло. Можно добавить в еду, если вам это очень сильно хочется. Ну, а теперь самое аппетитное, самое главное. Какое все красивое. Цены. Смотрите, ризотто. Цена за 150 граммов. 45 гривен. Гречка 35. Поплажаны с грибами 59. Это не знаю, что такое. Аджанда. Так, давайте рассмотрим еду. Это синики. Это грибочки. Это ризотто. Гречка. А это какие-то макароны, похожие на вьетнамские, нет? Или обычные? Лопшина. Рысого. Вот. Это рисовые макароны. Я думаю, они какие-то очень прозрачные. Карбоната. Брокколи. Капусточка тушеная. Так, что еще? Овощи. Гринь. Дальше. Урешечка. Еще вот такая капусточка есть. Жареная. Соте овощное. Вот. Это фасоль, тушеная с томатом, с овощами. Есть обычный рис. Ой, кускус. Лук со свининой. Жульен с курицей. За одну штуку 50 гривен. Это очень дешево. Так, теперь пошли мясные люди. Давайте мы их рассмотрим сначала, потом назовут цены. Ну, вот то, что уже видно, это тысяча с курицей. За одну штучку 55 гривен. Это недорого абсолютно. Стейк со свининой за одну штучку 90 гривен. Будет хорошо, что уже цена за штуку. То есть пока там ты ездишь, так знаешь, будет цена. Так, это, наверное, паровые котлеты. Это обычные котлеты с яйцом. Так, ну давайте смотреть цены. Юля-кебаб 48 гривен. Шмидцель с говядиной 45 за штучку. Бифштекс с курицей 55 гривен. Котлета куриная 47. Паровая котлета 55. И у филе с помидорами 75 гривен. Вот как это все шикарно выглядит. Просто шикарно. Очень красиво. Котлета куриевских 70 гривен. Свинина под сыром 60. В общем, если вы голодные, приходите сюда. Вы тут точно очень вкусно покушаете. Шикарнейшие блюда. Просто шикарнейшие. Такое в ресторане стоит раза в три дороже. Скумбрия за штучку 75 гривен. Уже готово. Я запечу на их духовочке. Вот рулет лососевый 90 гривен за штучку. Вот показываю. Это рулет лососевый с лимончиком. Какая красота. Какая красота. Ну что, идемте дальше. Посмотрим, какие тут есть десерты. И потом касса идет. Так, это десерты. Запеканочка одна штука 48 гривен. Медовичок можно купить. Одна штука 35 гривен. Королевский сырник. Наполеон. Вот какие аппетитные кусочки. Шикарно. Так, что еще есть? Напитки. Ну, это касса. Тут же можно хлеб купить, если вам нужно. Или сырная палочка. Хлеб за штопу 3 гривны. Сырная палочка 15 гривен. А пампушка 8 гривен. Вот это хлеб. Под этим, под полотенечко. Напитки. Так, кофе, чай, эспрессо 25, капучино 40. Нормальные цены. Это недорого. Американо 35. Американо с молоком. Это очень даже дешево. Так, ну а здесь делают кофе. Это место для грязной посуды. Ну, тут чисто все. Есть детские кресла. Если вам нужно покормить ребенком, можно взять вот такое кресло. Вот такие удобные столы, диванчики. Вот можно, если у вас компания, сесть недель назад за такие столы. Или более высокие столы. Микроволновочка. Вот видите, абсолютно разные условия. Или твердые стулья возле окна. Очень красиво, все светло. Или кресло. Или вот такой вот зал есть. Можно сесть вдвоем за высоким столом. В общем, шикарное место. Вот, я думаю, что многие его знают. Ну, если не знаете, я вам показываю. Вот такой обзор кафе у нас сегодня. Все, друзья. Я вас приглашаю в это место. Вам очень понравится здесь еда, атмосфера. Тихо играет музыка. Приятный запах. Все очень чистое. Вы не пожалеете. Ну, а я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч. До свидания. Жду вас на моем канале.